Бриллианты Меган где взяла? Чем болел отец герцогини? Почему Уильям будет ногами и руками Кейт? Что случилось? У монарха были гости. И чем занят принц Гарри, когда все болеют? Король вернулся домой. Он чувствует себя хорошо. Нам рассказали о том, что очень скоро мы увидим его на прогулке и, возможно, он будет работать по видеосвязи. Точно, Чайс не делал себе никаких пластических операций. Мне кажется, это ему уже не поможет. Но самое интересное не это, а то, что происходит за кулисами. Все как всегда. Я сегодня зашла на официальный сайт Букингемского дворца и решила посмотреть, какие мероприятия у короля запланированы в следующем месяце, когда он наконец появится. И вы знаете, я посмотрела весь февраль. Нам говорили, что он не будет работать. И посмотрела март. Далее у меня терпения не хватило. Просто оно лопнуло, потому что мне было жаль королевскую принцессу Анну, которая за это время, то есть за февраль и март, будет работать каждый божий день. Каждый день. И на некоторые дни у нее запланировано по два мероприятия. Только представьте, я насчитала у Анны четыре выходных. И еще несколько выходов есть у Глостерских. Ну, не более семи. Еще Эдвард появится несколько раз. По крайней мере, это то, что есть сейчас на официальном сайте Букингемского дворца. А это значит, что они сами не знают, когда он сможет вернуться к работе. Но что вы думаете о Анне, которая не королева, получает денег за это мало. Она получает, кстати, за каждый свой выход чуть больше двух тысяч фунтов стерлингов. И вот, работает за всех. Вы же прекрасно знаете, что британским СМИ, мировым СМИ и также королевским экспертам нечем заняться. Особенно на доброе утро, Британия. Так вот, мы узнали о том, что принц Гарри обязан лишиться своего титула. Ну, вот обязан. Не должен его Чарльз жалеть, потому что он его здоровьем не интересовался. А воспользовался моментом и продолжил судиться с британскими газетами. Да и еще требовать себе компенсации. Очень интересный момент, согласитесь. Кроме этого, Гарри успел заочно получить эту свою премию, легенды авиации. И буквально взбесил британцев тем, что отправился на Ямайку. Вот. И теперь они уверены, что в этот раз у короля есть все инструменты. Вся страна его поддерживает. Лиши ради бога, успокой нас всех его уже всех титулов. Пусть он не имеет ни одного титула. Пусть он остается один на один с Меган Маркл. И посмотрим, чем это для него обернется. Взвоет и прибежит. То есть, приползет на коленях. Вот так это все обсуждалось. Я хотела бы добавить от себя, что, скорее всего, он ничего не будет делать. Но вдруг. Потому что Гарри реально ведет себя очень грубо. Чем меня удивляет. То есть, он не нашел времени, сил, чтобы как-то поинтересоваться здоровьем своего отца. Хотя бы просто так. Для того, чтобы похайпиться. А вот остальное все делать, требовать себе деньги, продолжить суд с мира групп. У него силы, как всегда, нашлись. И тем более, для того, чтобы появляться на фальшивых мероприятиях вместе с Меган Маркл, у него силы всегда в большом избытке. Инсайдеры, что бы мы без них делали? Оказалось, что в Кларенс Хаус побывали сегодня, не вчера, первые гости. Как вы думаете, кто это? Есть какие-то предположения? Возможно, вы подумали, что это королева Анна. Господи, оговорка по Фрейду. Королевская принцесса Анна. Или вы подумали, что это старший сын монарха? Нет, не угадали. Оказалось, что его навещали дети и внуки Камилы. Вот такие вот гости. Неожиданно, да? И теперь я смотрю на Чайза, смотрю на все, что происходит, на всю эту черствость, о которой нам рассказывали британские СМИ, что не принято друг к другу в гости ходить, не принято друг друга поддерживать. Но вежливые и верные внуки и дети Камилы, которые оказались тут и тут, когда Чайз чувствует себя плохо, естественно, он все это подмечает и, скорее всего, ценит. И будет им за это благодарен. Они надеются, что материально. А вы что об этом думаете? Обязательно пишите. Несмотря на то, что устала, несмотря на то, что происходит, королева Камила вернулась к работе. Сейчас расскажу все подробности. Но еще был интересный момент с тем, что Камила прервала свой подкаст, а мы не заметили. То есть в это время, в эти недели не выходил ее подкаст. После того, как стало известно, что принцесса войска Кэтрин плохо себя чувствует и попала в больницу. Ну и, естественно, ее любимый супруг попал в больницу и перенес операцию. Тоже тактично. Камила вернулась к работе, пока ее подруга, супруга Макрона, была в гостях в Швеции. Но об этом чуть позже. 20 крошечных рукописей высотой всего 4,5 сантиметра были написаны и оформлены вручную писателями и иллюстраторами. Королева Камила, как и многие авторы, создавала миниатюрную библиотеку, чтобы отпраздновать столетие кукольного дома королевы Марии в Виндзорском замке. 20 крошечных рукописей высотой 4,5 сантиметра. Только представьте, какая красота! Они включали в себя рассказы, стихи, статьи, рецепты, рисунки, дающие представление о современной литературе в Великобритании. Ее Величество Королева представила и свою коллекцию собственных миниатюрных книг. Проект называется «Современная миниатюрная библиотека». Также вы должны знать, что сегодня Королева Камила для всех этих людей, которые помогали ей создавать миниатюрную библиотеку, будет устраивать прием в Виндзорском замке. А это значит, что веселье продолжается. Будут они устраивать приемы, пока Король и Принцесса выздоравливают. Еще у меня к вам небольшое объявление. Сегодняшний выпуск будет необычным. Дело в том, что у нас здесь в квартире поломался холодильник. Мы старались разобраться с этим, поэтому я подзадержалась со съемками. Не смогу, интересно, вам оформить этот ролик. Но я решила не оставлять вас без контента, потому что у меня было, что вам рассказать. Поэтому сегодня никаких картинок, только я одна. Представляете, какой ужас. У некоторых будет инфаркт, уж поверьте. Но прошу вас поддержать это видео лайком и написать, ломался ли у вас холодильник, и что вы с этим делали. Так вот, вернусь к принцессе Уэльской Кэтрин. Она одна, но не одна. Что же произошло? И почему британские СМИ написали такой заголовок? Что принц Уильям будет ей прислуживать? Будет для нее ногами и руками. И почему на Доброе утро, Британия? Эксперты заявили, что она перенесла очень серьезную полостную операцию. А кроме того, вы должны знать, кто такая Наташа Арчер. Что она ее лучшая подружка. Но при чем здесь Анжела Келли и королева Елизавета II? Уже успели запутаться? Да? Так вот, я рассказываю. Давайте начнем с Доброе утро, Британия. Там собралась целая куча экспертов. И они каждый высказывались. Что произошло? Что там с диагнозом принцессы Уэльской Кэтрин? И, конечно, ничего не было озвучено. Но самое интересное, что один из экспертов заявил, что она перенесла серьезное хирургическое вмешательство. Причем это было сказано на такой ноте, что все остальные СМИ переписали высказывания этого эксперта. Кроме этого, одна, но не одна. Что это значит? Вы успели догадаться? Оказалось, что принц Уэльский Уильям со слов инсайдеров останется вместе с Кэтрин. Правильно, я думаю, вы догадались до середины апреля. То есть он полностью расчистил свой график, несмотря на то, что у него есть помощники. Я вам уже успела рассказать, что у Кэрол Миддлтон будет день рождения. Это произойдет завтра, ей исполнится 69 лет. И мы узнали, что и Кэрол, и Майкл в эти дни помогали принцу Уэльскому и собираются ему продолжить помогать. Они отвозят детей в школу и берут часть нагрузки на себя. И несмотря на это все, принц Уэльский не будет работать до середины апреля. Подозрительно это или нет? Далее. Смотрим на то, что они пишут. Принц станет прислуживать Кэтрин. Он будет для нее ногами и руками. Возможно, они хотели хайпануть. Но это все очень и очень странно. То есть принцесса полностью обездвижена. Ей нужна такого рода помощь, когда она не может особо шевелить руками, особо двигаться. И ей нужна такая долгая реабилитация. В реальности они просто со слов дворца или как все подумали, что они берут себе лишние дни, лишние недели для того, чтобы у них был запас и их не спрашивали. Очень интересные формулировки они используют. Но и это еще не все. Сегодня они написали о том, что он, Уильям, больше доверяет родителям Кэтрин, чем всем остальным. У них есть свой круг общения и большое доверие в этом кругу. Это неплохо. Теперь давайте посмотрим на то, что происходило в прошлом году. Это Бостон, последний выезд принцессы Уэйска Кэтрин, а также Дания, королевский тур. Помните, она бывала в гостях у Маргреты и у Мэри. Мы вам все показывали и рассказывали. После этого принцесса Уэйска Кэтрин особо никуда не выезжала и даже не отправилась в Сингапур. Ее королевские туры вдруг исчезли. Они не ездят отдыхать. Прям никуда. Даже во Францию, даже в Испанию. Я не говорю, что они должны посещать свой любимый остров, Мюстик. Это действительно далеко и привлечет огромное количество внимания. Но уже сколько лет она остается на территории Великобритании. Возможно, есть с этим какие-то проблемы. И многого нам не говорили. Я не собираюсь ничего нагнетать, но я заметила, что несмотря на то, что пандемия закончилась, все как бы устаканилось, все остальные королевские семьи отдыхают, развлекаются, ездят в гости друг к другу. Но эти сидят дома. И вот этот королевский тур, который должен был состояться в Рим, его отменили. То есть не будет в этом году его. Вот так. То есть не перенесли, а была возможность. Они его полностью отменили. Наташа Арчер. Именно этого человека вы сейчас видите перед собой на экране. Она личный помощник, один из личных помощников и стилист. Кого? Правильно. Принцесса Уэйская Кэтрин. Я хотела бы сказать от себя, что Наташа очень подружилась с Кэтрин. Смогла найти с ней общий язык. И она стала ее тенью. Именно Наташу видели вчера в клинике. То есть она привезла одежду и, видимо, помогала принцессе собраться. Чтобы вы понимали, насколько они дружны и как они давно вместе, вы должны знать, что когда принцесса Уэйская Кэтрин лежала в роддоме, она ждала принца Джорджа, то именно Наташа ей помогала. Теперь, как Наташа Арчер появилась в жизни принцессы Уэйской Кэтрин? Оказывается, она появилась из-за наставления королевы Елизаветы Второй, которая посчитала, что принцессе будущей на тот момент керцогине Кембриджской не хватает королевского стиля, изюминки вот этой вот волшебной поэты, что все слишком просто, нужно изменить стиль. Вот, представляете, какая она, Елизавета Вторая, все увидит, все подметит. И она выбрала как стилиста вместе с принцессой Уэйской Кэтрин именно Наташу Арчер. Наташа справляется на ура, потому что Кэтрин за это время, сами знаете, стала идолом для многих, практически икона моды. И это реальность, потому что дизайнеры смотрят, что носит принцесса Уэйская Кэтрин и повторяют это на подиумах. Вот, правду говорю, только что смотрела неделю моды в Париже. Теперь, давайте посмотрим, какая связь между Анжелой Келли и Елизаветой Второй. Они были очень близки, подружки, доверяли друг другу все. И именно Анжела Келли знала о Кэтрин все. То же самое и Наташа для Кэтрин. Так что будущая королева Великобритании берет пример с правильного человека, то есть Елизаветы Второй. Несмотря на проблемы Уэйсов, мы уверены, принц Уильям будет в ярости, потому что BBC потратили более 150 тысяч фунтов стерлингов из денег, которые они собрали со своих зрителей. На судебную тяжбу они хотят сохранить втайне множество документов, касающихся пресловутого интервью Мартина Башера с принцессой Уэйской Дианой. И здесь принц Уильям, как вы знаете, у него плохие отношения с BBC, но я не думаю, что ему есть дело сейчас до интервью Мартина Башера. Всем добрый вечер! Вы смотрите канал Дочи Ньюс, меня зовут Альбина. Сегодня у нас интереснейший выпуск, пожалуйста, смотрите до конца. Хотела бы вас попросить, посмотрите, пожалуйста, подписаны вы на наши каналы или нет, потому что мы проводим огромное количество розыгрышей, будем дарить вам подарки. А если вы не подписаны на наши каналы и социальные сети, значит, вы автоматически не участвуете. Вдруг вас память подвела? Проверьте. Ну и я хотела бы вас попросить вспомнить, что мы с вами обсуждали в прошлый раз, потому что сегодня у нас будет очень мало принца Гарри. Всего пара слов о нем, но зато много информации про Меган Маркл. И давайте я начну именно с нее. Возможно, многие из вас и не догадываются, что такое холодные письма. А они имеют в этой истории про Меган Маркл и бриллианты первостепенное значение. Только представьте, сколько мусора вам шлют в электронных письмах, сколько спама. Вы, конечно же, все удаляете, ни на что не обращаете внимания. А вот Меган Маркл и ее помощники сидели и просто процеживали через сито свои электронные письма. Как я об этом узнала и при чем тут бриллианты, сейчас расскажу. Дело в том, что в Британии есть шоу, которое называется «Логово дракона». Да, драматично надо как-то переименоваться, тем более, что сейчас год дракона. Так вот, если отвлечься от британского шоу, то у них были гости. И они решили у этой фирмы, бренда, который носит название «Кай Мэй», спросить, как они смогли добиться этого. Как вы догадались предложить свой товар Меган Маркл? Как вы добились того, что Меган Маркл носила ваши сережки? И как вы думаете, что нужно вспомнить? Правильно, про холодные письма. То есть, они слали спам герцогине Сасекской, и она клюнула, увидев слово «бриллианты». И здесь «финито ля комендия», «финиш», «занавес», какие там еще существуют слова, чтобы показать то, что происходило за кулисами. И корысть, это слово, Меган, совместимо, нет? Ай, представляете? То есть, Меган Маркл увидела, что ей написали письмо и предлагали совершенно бесплатно серьги за тысячу фунтов, бриллиантовые. Она просто взяла и согласилась. И потом она носила эти серьги на одном из своих мероприятий «Смартворкс». Все это уже история. Меган это уже сделала. Представляете, как сейчас она сидит и ждет всех этих счастливых писем с бриллиантами? Какая картина вам вырисовывается? Но если отвлечься, британские СМИ рассказали о том, что принц Гарри в своей книжке «Запасной» рассказал всему миру о том, что Меган Маркл брала подарки. Да, было такое, было. «Она грешна», – писал принц Гарри. «Но она брала и раздавала». Понимаете? Она брала для того, чтобы раздавать своим работникам, кому-то передаривать. И вот этим всем она занималась днем и ночью. Ей некогда было обращать внимание на королевскую семью. Это то, что нужно было Меган Маркл. Вот зачем, Гарри, она вышла за тебя замуж. Для того, чтобы получать сотни и тысячи подарков. И потом в этой публикации нам пространственно рассказывают, что члены королевской семьи не имеют права брать подарки у фирм. Они должны платить за одежду, за драгоценности и все остальное. Это такие традиции. Теперь давайте посмотрим, чем занимался в эти дни принц Гарри после посещения Ямаки. Я вам уже успела рассказать о том, что он требует 2,5 миллиона. Там цифра была не точная. Сумма была мной озвучена неправильно. Не 2,5 миллиона фунтов стерлингов, а 2,5 миллиона долларов. Дэвид Шерборн, адвокат принца Гарри, сказал, что Миррор Групп должны в обязательном порядке как можно быстрее выплатить компенсации принцу Гарри. И это несмотря на тот момент, что судья еще не вынес никакого решения по компенсации. Но ради справедливости хочу сказать, что за прошлые годы Миррор Групп из-за прослушки всех этих дел выплатили уже большую сумму денег. Но если отвлечься, смотрим на то, что происходит уже сегодня. Принц Гарри говорит, что если компенсации не будут выплачены, вот прямо сегодня, сейчас у них что, кошелек пустой, что случилось, продукты не на что купить. Ну вот какая-то такая риторика у Гарри агрессивная, он требует, что чуть ли не сегодня нужно назначить суд. Вот сейчас, сегодня хочу судиться дальше с Миррор Групп, если они не будут согласны выплатить мне эту компенсацию и если судья вынесет другого рода решения. Теперь, я вам рассказывала, возможно вы забыли, что во время суда с Миррор Групп, они, Миррор Групп, предложили ему соглашение, то есть нужно было подписать мировую. Принц Гарри отказался и пошел до конца. И вот чем это закончилось, то есть пока еще не закончилось. Посмотрим, что произойдет завтра, но несмотря на все эти проблемы Великобритании, он не нашел ни одной секунды ни для своего отца, ни на свою невестку и подругу принцессу Уэйску Кэтриан, он даже не обратил внимания на общемировой хейт и на просьбы из Африки, когда его умоляли не только покинуть свой пост, но и обратить внимание на те пытки, насилия, которые там происходили под эгидой принца Гарри. Все это он проигнорировал и занялся деньгами Миррор Групп. Как это его характеризует? Наверное, стоит подвести небольшой итог, как мы это с вами привыкли делать, но теперь по Меган и Гарри. Меган Маркл просматривала спам, свои электронные письма, выбирала оттуда стоящие подарки и забирала себе. А такие мелочи, как, например, косметика, она, ну ей не жалко было. Зачем ей какая-то там косметика неизвестная? Она это раздаривала, и об этом мы узнали из книжки принца Гарри. Сам же Гарри отправится снова в суд, если не получит выплату от Миррор Групп в 2,5 миллиона долларов. А сейчас я вам хочу рассказать о герцогине Йоркской. Дело в том, что Сара проходит лечение в двух разных клиниках. Одна клиника находится в Австрии. Я помню, что как-то упоминала этот момент. Другая на территории Великобритании. И еще в эти дни все-все-все СМИ обсуждают тот момент, что отец Сары Фергюсон, майор Рональд Фергюсон, когда-то имел тот же диагноз. Представляете, что и его дочь сейчас? Речь идет именно о меланоме, раке кожи. И это интересный момент, который все обсуждают. Ее друзья рассказали газетам, что Сара поражена таким совпадением. И еще, возможно, вам интересно, от чего умер ее отец. Так вот, он умер от сердечного приступа. Сегодня королева Иордании поздравляет своих мужчин. Дело в том, что они родились в один день. Посмотрите, какая красота. Новые фотографии. Это ее сын Хашем, которому исполнилось 19, а король Абдалла II ему исполнилось 62 года. Свои поздравления она показала в социальных сетях. И все их залайкали. Теперь мы с вами переносимся в Мадрид. Но не будем сегодня, скорее всего, не успеем, обсуждать испанский скандал. Дело в том, что у короля Филиппа день рождения. Также сегодня. Поздравляем, ему исполнилось 56 лет. Мы с вами остаемся на территории Испании. Помните, я вам говорила, что у нас теперь датские скандалы, датский сериал. Так вот, Джиннабеба Казанова. Богата она или нет? Оказалось, что нет. И об этом рассказали испанские СМИ. 300 тысяч евро, которые находятся на ее якобы счету, на самом деле принадлежат ее детям. И она ими распоряжаться не может. Все ее счета оплачивает бывший муж. Так же, как и квартиру. То есть, у женщины нет никаких средств к существованию. Теперь, в прошлом выпуске я вам рассказала о том, что Джиннабеба Казанова удалила свои социальные сети с концами. А испанские СМИ нашли, почему она удалила свои социальные сети. Дело в том, что в 2021 году она опубликовала пост, где рассказывала о потных телах и о большой любви, которую она ждала всю жизнь. Такая любовь, такая любовь, писала вдохновленная и, надеюсь, очень потная Казанова. Они ее на этом поймали и утверждают, что потным был еще и датский король Фредерик. Брежит Макрон с ног до головы, Луи Бетон и со своим супругом Эммануэлем отправились в гости. А зачем? Не знаете? Дело в том, что их пригласили. Мы с вами переносимся в Швецию. Король Карл Густав и королева Сильвия пригласили Макронов к себе в гости. И, скорее всего, картинку вы видите перед собой. Завтра в обязательном порядке покажу вам все. И прием, который прошел вечером, и какие они драгоценности носили, и чем удивлял Луи Бетон. Но сегодня, наверное, особенный выпуск. Буду ругать королеву Сильвию. Посмотрите, что она выбрала, какой образ для встречи с Макронами. Мне он совершенно не понравился. Слишком простой, слишком много принта. Она не выглядела как королева. Мягко говоря, не буду ее сильно ругать. Возможно, кто-то ей навязал этот образ. Но посмотрите, как хорошо выглядела крон принцессы Виктория. В который раз она радует. Мне кажется, она сменила стилистов. И теперь больше прорабатывает свои наряды. Мне понравился красный. Мне понравилось, как выглядели именно Даниэль и Виктория. Но теперь, после Сильвии, я могу, конечно же, раскритиковать ее невестку. Я понимаю, что стиль Шанель, все эти банты, черные, рюши, они в тренде. Но сейчас и здесь посмотрите на эту длину платья. Посмотрите на эти бедные несчастные рюши. Все мы с вами во дворце или в школе на линейке. Короче говоря, всех мужчин хвалю. Молодцы. Виктория Форева. Молодец. Ну а Сильвия вместе со своей невесткой Софией, мне кажется, отличились в худшую сторону. Как вам наряды? Обязательно пишите. Что же касается госпожи Макрон, то неплохо, нехорошо удивила цвета. На этом все. Выпуск подошел к концу. Пожалуйста, смотрите нас завтра на канале Амора и Роял. Буду вам показывать прием, который прошел в Швеции. И будет огромное количество новостей. Интересно, что носила королева Сильвия, чтобы удивить жену Макрона. Правда, интересно? Увидимся завтра. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok